Мария, здравствуйте. Вы современный драматург. Вообще, в принципе, о таком явлении, как современная драматургия, немного известно, по крайней мере, в провинции. Какие темы сегодня истории волнуют театральных драматургов? Ой, это крутой, но очень сложный вопрос. Наверное, я начну с того, что многие люди, которые не знакомы с современной драматургией, считают, что это какая-то чернуха, что-то страшное. Кстати, об этом говорит Вырыпаев. Мне кажется, это было в 90-е нулевые. И сейчас это уже закончилось. И вот я могу судить по последним драматургическим конкурсам и фестивалях, на которых я тоже была. Сейчас большинство авторов как-то пытаются покопаться в себе. То есть это какой-то уход от беседы, что весь мир мрачный и ужасный. И к тому, что хорошо, может быть, мир мрачный и ужасный, но что со мной лично происходит, как я могу, что я с этим могу делать и так далее. Последнюю пьесу я как раз написала, она документальная про меня, про мои какие-то личные проблемы. И я не пыталась делать какой-то срез поколения своего. Я просто писала про себя. Поэтому, когда пьеса была представлена на конкурсе, была читка, я очень боялась, что зрители, ну, как-то они скажут, что, ну, хорошо, это твой какой-то личный опыт, но при чем тут мы? И меня очень удивило, что как раз люди, там, примерно моего возраста начали говорить, что да, это про меня, это вот у меня такое же было, и я вот так же себя ощущаю. И, наверное, вот и для меня вот в этот момент открылись глаза. Наверное, драматургу не нужно пытаться охватить весь мир и говорить, там, вот, мое поколение это вот. Нужно просто говорить про себя, и таким образом получится говорить про поколение. Вы работали в Тюмени с детьми, вы учили их писать пьесы, и там были отражены взаимоотношения родителей и детей. Но когда я познакомилась с этими работами, вот они меня повергли в глубочайший шок, потому что дети писали про разводы, про скандалы, про то, как делят детей и родители, которые расстаются, и про смерть. 10, 11, 12 лет – это как? Да, самую такую страшную пьесу про смерть, про то, что двух близнецов разлучают родители, которые разводятся, и они запрещают им видеться, и дети вынуждены сбежать в лес, и там, спойлер, один ребенок умирает, и только после этого родители начинают пытаться как-то общаться. Написали самые младшие участницы, им действительно 11-12 лет, и меня это поразило, и я это воспринимаю как какую-то очень страшную сказку. Меня напугало, знаете что, я разговаривала с одной из авторов этого произведения, маленькой девочкой, да, и я говорю, а как так? Она говорит, финал должен быть всегда страшный со смертью. И для них это нормально, это же тоже как отражение проблем поколения, то есть какое у нас поколение это растет, которое на насилии, на скандалах, на смерти воспитывается? Ну, я не уверена, что это можно так воспринимать. Мне наоборот кажется, почему мы эти пьесы написали, почему я довольна результатом, это возможность ребятам высказаться, иногда выкричиться о своих проблемах. То есть это наоборот круто, что они даже, если в их пьесе финал трагический, это не значит, что и в жизни они пойдут так же. Возможно, они смогут свою боль выразить в пьесе, и понять, что... И вот то, что очень важно я пыталась ребятам дать, попробовать посмотреть на свою жизнь, на себя, как на персонажа. То есть ты автор, ты драматург, ты отходишь от своей жизни и смотришь на нее чуть-чуть сверху. И таким образом, мне кажется, есть возможность немножко посмотреть на свою жизнь из какого-то другого ракурса и понять, что, возможно, ей все не так плохо. Финал должен быть все-таки хороший? Вот вы как драматург чувствуете, должна быть трагедия в финале, открытый финал? Вот для вас что ближе? Для меня всегда по-разному. У меня есть пьеса, про которую все говорят, боже мой, это очень страшно, там совсем плохо, там в конце ужасно. А я говорю, нет, для меня это прекрасный финал, потому что там люди находят опять друг друга. Не важно, что фон там ужасный, что там один человек умер. Главное, что двое человек нашли друг друга и идут вместе потом. Я абсолютно убеждена, что у нас очень много пишущих людей, много драматургов, но почему-то вот на слуху вспоминается, мне, может быть, лично не так глубоко эта тема занималась, Вырыпаев, Сигарев, которые и кинорежиссеры, ну и так параллельно пьесы пишут. Ну, изначально драматург был. Да, да, и Калейдар. Ну, на самом деле их много, и вот те люди, которые вы назвали, это скорее уже такие столпы современной драматургии, очень уже сильные, состоявшиеся авторы, а кроме них есть огромное количество среднего звена драматургов, молодых драматургов, подающих надежды драматургов. Во-первых, вот мы сейчас с детьми, мне кажется, больше 20 новых драматургов пришло, потому что я спросила их, готовы ли они писать вторую свою пьесу, и почти все подняли руки, сказали, что они готовы. Так что, возможно, лет через 5-7 российский театр ждет наше вот это пополнение. Я буду очень рада, если кто-то продолжит. Главное, чтобы финал все-таки был не всегда печальный, а со светлым... Главное, чтобы что-то в нем действительно хорошее случилось, случилась коммуникация. Если это случилось, то это будет прекрасно. Спасибо. Спасибо вам.